Что? Выложили вчера обращение к себе. Придите. А что там? Какая-то секретная информация выложили? Я запрещаю. Что запрещаете? Выкладываете. Что выкладываете? Письменно напишите, пожалуйста. Ну, раз руководитель не разрешает, он должен помнить все устно. В смысле устно? Ну, читайте, смотрите. Вот это должен запомнить, что ли? Вы что, издеваетесь, что ли? Ну, можете себе не затратить, а вот точек вам дам за письменный запрет. Я подавал в письменном виде, в письменном виде мне ответьте. Запретите мне. Руководитель зашел и сказал, что вот я буду... Мало ли что он сказал. Мало ли что он сказал. Я письменно... Я вам письменно подавал. Вы мне отказываетесь... Вы отказываете в ознакомлении? Фотоснимка. Я что, сейчас фотографирую, что ли? Вы видите у меня фотоаппарат рука или телефон? Нет, но вы сейчас можете фотографировать. Ну, уберите тогда телефон в карман. В смысле уберите? Кому? Положите на стол. Телефон уберите тогда в карман. Я буду читать. Я буду читать. Вы уберите телефон в карман. Я же не могу... В смысле уберите? Вы отказываете мне в фотофиксации? Нет. А ну, видите, при вас же сказал руководитель. Так пускай он письменно ответит. Ну, он мне дал распоряжение в устном порядке. Так он в устном. Вы не обязаны... Вы не обязаны исполнять преступные приказы. Противозаконные. Он мой руководитель не будет. Назовите закон, согласно которому вы меня запрещаете. Давайте без закона. Как это без закона? Вы выложили в СМИ, что ли? Как это без закона? Давайте не будем спорить. Вы видели, что мне сказано, что вам... Что значит сказано? Завтра он сейчас зайдет, скажет, убейте меня. Вы меня что, убьете, что ли? Вы что творите? Я ничего не творю. Я исполняю указаны указаны. Так в том-то и дело, что вы исполняете личные, личные мнения. Значит, ну то есть какие-то основания. Какие? Они законные? У вас все законно. Я вижу, как у вас все законно. Сейчас следователю позвоню, пусть... Или у него знакомьтесь, или как. Положите на стол, я почитаю. Ну вот у нас небольшой казус возник со знакомлением материалов. Владимир Петрович сказал, не разрешайте фотографировать, проводить фотосъемку. Я что, фотографируешь, что ли? Ну, тут вот гражданин не очень доволен. Не гражданин, а человек. Человек. Так. Угу. 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 Так. Ладно. А ты далеко? Если зашел бы, может объяснил бы. А, в 14.30 ты пригласил? Ааа. Ладно, хорошо. Там сведения личные, мы с соблюдением, которые должны их фотографировать. Я имею право ознакомиться с материалами проекта. Ваши дарунского это вам отдать. Можете даже не расписываться. Вот так. Это ваш взгляд. Можете себе оставить. Но без фотофиксации. Потому что там есть сведения личные. И что? Ну, зачем они должны быть там? Вы же не очень вам нравится, когда ваша какая-то информация личная находится в своей. Стоп. Какую личную информацию, когда и где я выкладываю? Ну, я не знаю. Я вам просто и спрашиваю. Так, если не знаете, что вы говорите? Ну, значит. Я никогда личную информацию без разрешения лиц. Ну, какие-то жалобы выставить. Какие? Где? Без понятия. Ну, если я в руководитель... Зашел руководитель Следственного комитета и на словах вам сказал, что запрещает. На каком основании? Знакомьтесь. Что-то без фотофиксации. У меня на столе лежит материал проверки номер 400, 200, 2019 год. Мысли вслух называется. Количество листов не указано. Прошито, но нитки просто связаны. Печати нет, росписи нет, не склеено, не закреплено. Последний лист прикреплен на скрипку. Так, а в пачке сколько листов? 250. Ну, вот в этой офисной. 250 листов. А не 500? Нет, он 250 и они тоненькие. А здесь сколько листов? Судя по нумерации, указанной в верхнем правом углу, написанной карандашом, количество листов 289 и 290. Вы мне удостоверение показывали, представились. Да. Можете на обозрении показать мне удостоверение? А вы мне на каком основании запрещаете знакомиться с материалами проверки? Знакомиться, конечно. Ну, я хочу сфотографировать. Я что, должен 300 листов запомнить? Сфотографировать, просто расписывать эти что? Можно? Нельзя распространить. А что не распространить? Нераспространить нельзя, да. А у вас есть удостоверение журналистов СМИ? Я вам что положил? От пресса, да? А где вы в СМИ работаете? Там написано. Журналистов СМИ законопорядок. А официально трудоустроены? Внештатный сотрудник? Внештатный сотрудник? Аккредитованный? Вот, журналист написано. Аккредитованный? Это журналист? То есть, фактически официально журналист на юрёте, да? А кто вам разрешал фотографировать? Я вам запрещаю. Ну, мне вызывают сомнения просто… Сомнения?! Да, конечно я должен встфотографировать. А я вам запрещаю. Я имею права. А на каком основании? На основании закона. Какого? Если рассматривать вопрос. Будьте добры, предоставьте свое удостоверение. Я тоже хочу фотографировать. Вы кто? Поставьте у вас паспорт, у вас паспорт есть? А вы кто? У меня вызывает сомнения, удостоверению. Есть паспорт? Вы кто? Представьтесь. У вас паспорт имеется, и я руководствомétais, Ермола Иванович. паспорт имеется? Представьте удостоверение, пожалуйста. Покажите мне ваш паспорт. Я вам предоставил удостоверение журналиста. ...Пов misunderstandlait УЛЧС. Паспорт в дуфигуре? Как защитить дуфигуре? Вот постановление суда, которое гластит о том, что удостоверение журналиста является удостоверением личности. Будьте добры ознакомьтесь. Вы не имеете права предоставлять удостоверение. Вы предоставите паспорт после этого. Вы в удостоверении предъявите пожалуйста. услышали вы отказываетесь у меня паспорт собой вы куда пошли а вы куда пошли вот паспорт в руки я не дам я не дам фотографии заключить вот надо вот смотрите радуй вот смотрите я не да ну как антон николаевич город казань похож не похож хошки удостоверение предъявите удостоверение предъявите вы отказываетесь это вывод такому начальнику подчинять расписку напишите чтобы вы не будете в сми выкладывать не буду ничего писать если будете фотографировать конечно как я буду для себя лично фотографировать я не собираюсь никуда если я выложу я отвечу перед законом то мало ли чем сказал пускай он письменно напишет что ну чё я сейчас пойду к адвокатам я уже ходил они говорят обращайся если будут так действовать я сприду с адвокатом вы чё творить который раз уже третий раз до отказывает возбуждение уголовного дела и четвертый здрасте а вы куда дело то внесли он может письменно написать запрет на видео на фотосъемку материалов вы напишите просто вы не будете выкладывать я не обязан ничего писать не обязан ничего писать назовите закон согласно которым я должен что-то написать согласно закону я имею это право и конституции закону имею право собирать с чего вы взяли что я собираюсь это выкладывать сми у вас нет доказательства напишите расписку и будьте спокойны не буду я ничего писать чего я обязан писать расписку не больше ничем вам помочь дайте почитать тогда так он лежит на столе и даже в вредны я вас хоть раз обманул еще не успели в смысле я не свернись я не собираюсь видимся второй раз неправда я много раз видел я вас только третий раз так по описи 280 листов 112 пунктов опись составила смола о чем я хочу фотографировать а чего взяли что я собираюсь это выкладывать сми какие свиньи а что где когда я назовите эти сведения пожалуйста че какие персональные вы куда пошли вот это им вы иметь ввиду так там только мои персональные данные вот смотрите булгаков антон николаевич чужих данных я не выкладывал я вам все принесла гроз на столе и дела и материалы извините как у вас еще раз денис василич вы мне обещали вчера что я смогу ознакомиться с материалами дела по проверке да вот вот они я знакомлюсь но мне запрещает фотографировать как я это все вот это должен запомнить вы сможете запомнить я хочу я хочу сфотографировать вы мне тоже запрещаете фотографировать что здравствуйте все вопрос разрешен нет выписывать можно все выписывать да в полном объеме я хочу сфотографировать нет нельзя почему потому что способ ознакомления определяет следователь следователь да я думаю закон пока написано норму пока назовите этого пока написано что и вот этот способ ознакомления определяет следователь назовите статью пока только что же вам сказал нет вы ли назвали за меня все уголон про realm 28 только что сказал статью название то и как разоразал только что что скажем я сказал способ ознакомления определяет следовать так согласно пока дать а статья все раз доработали то есть вы не знать знаком нищики а вы кто представьте пожалуйста это не прекрасно存очным совершать осторожно себе совершить Превышение своих полномочий. Смотрите, всем лицам, которые в моих интересах заявляли, отправили на электронный адрес. На электронный, на электронный, на электронный, на электронный. Я тоже писал с электронного. Я всегда пишу с электронного адреса. Я к вам очень редко хожу. Вы писали с почтового адреса, он у нас есть, поэтому мы выберем ответы почтовым адресом тоже. Я с электронного пишу всегда. А мне почему-то на почту всегда отправляют. У нас нет интернет-приемника, мы не можем его написать. А кто такой Мавлютов, Оше Мавлютов? Там печати уже стоят или нет? С прокуратуры Хмао, да, кто-то? Ну, это нам с прокуратуры Сургута, получается, спустили, потому что с прокуратуры Хмао это куда-то будет. Смотрите, что они делают. Жалобы в порядке УПК-124, а они пишут, зарегистрировать как обращение. Они должны были, согласно закону, вынести постановление об отказе в удовлетворении жалобы по УПК-124. Как можно работать с теми, кто сам нарушает законы? Нелли, подожди, срочное дело. Я сейчас в Следственном комитете, мне запрещают знакомиться с материалами дела, то есть сфотографировать их. Вот, не знаю, Ермолаев отказался, он не представился, вызвали наряд полиции с видеокамерой, что-то фиксирует пока это... Ой, четыре человека, даже пять, извините, я не ознакомился. Шарафуддинов Алик Раисович, слышу вас. Пожалуйста, следите, документы выставляют личность. На каком основании? На каком основании я подхожу под какую-то ориентировку или в розыске? Постепило сообщение. Какое? Номер КУС, пожалуйста. Сообщение о чем? О преступлении? Да. Какое? Зарегистрировано? Конечно, зарегистрировано. Номер КУС, назовите, пожалуйста. Я только что приехал к вызову, у меня нет. Так, уточните по рации. По рации. У вас нет рации? На оперативной группе, мы не ездим. У вас есть телефон? На каком основании меня снимают вообще? Вы кто? Представьте. Удостоверение, покажите, пожалуйста. Я вам только что. Вот мой паспорт. Пожалуйста. Нет, вы-то предъявили, а вот дальше сотрудники. Вы кто? СМИ? Пресса? Да, 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 пресса. Так, Сургут, Информ ТВ. О, отлично, мы с вами коллеги. Закон и порядок, прямой эфир в СМИ. А, может, вы поясните, в связи с чем? Я снимаю работу сотрудников полиции. А что, у них что? Ну, у нас с ними договоренность. Так, и что? А сообщение? Сообщение. Смотрите, гражданин. Пришел. Поделать. Я похож на некого гражданина? Я хочу убедиться в ваших советах данных. Вы мне определяетесь? Так, пришел, и что? Хочу убедиться в ваших данных. Что вы, что вы? Проверить вас. А я что-то нарушаю? Ну, вам что-то дальше нарушаю? Нет, в данный момент я что-то нарушаю? Так, это убедиться в ваших... Вы, вот здесь, вы убедились, я что-то нарушаю? Так, я в ваших данных не убедился. Вы убедились, что вы или что-либо... Прежде чем данные спрашивают, вы убедились, что я что-то нарушаю? Конечно. То есть, нарушений на данный... На данный момент нарушений нет. Подождите. На данный момент нарушений нет, правильно? Я еще их не выявил. Ну, вы выявляйте, выявляйте, пожалуйста. Вот вы смотрели, вот я сижу... Документы предъявите, пожалуйста. Вот я вам предъявил. Вот я предъявил. Антон Николаевич Булгаков. Последнюю страницу. Смотрите, пожалуйста, пастор, почитайте, что там написано. А что там написано? Вы обязаны передать документ? Не, передавать я не обязан. Наоборот, тут написано, что я обязан хранить. Обязан хранить. Вот я вам показываю документ, что еще нужно? А вы у меня забирайте паспорт. Я проверяю. Вы забрали у меня паспорт? В течение стульных полиции нахожусь. Так я вам не давал в руки. Вы говорите. Вы не имеете права убрать в руки. Вы не имеете. Вы бы лучше засняли, как у меня это... А еще смотрите. Дверь в квартиру до сих пор не восстановлена после их действий. Полиция. А? Полиция. Нет, полиция в целом, я говорю. Вчера вот здесь вот 9 томов я читал. Угу. По моим сообщениям. Угу. И ни одного головного дела не... Нам сообщили, что вы предъявляете какое-то служебное удостоверение, которое не соответствует действительности. Было такое? Конечно, не соответствует. Ну... А я вас прошу. Да, я предъявил удостоверение. Вот. Что это за организация? Общественный комитет. Коррупции нет. Что я не понял? Вы решите. Программа реализации президента РФ по борьбе с коррупцией. Что за организация? Читайте, там написано. Общественное движение. Общественный комитет по борьбе с коррупцией. А здесь вы что делаете? Я знакомлюсь со своими материалами дела. Так. Что? Нарушения выявили какие-то, нет? Удостоверение журналиста могу показать. Аккредитованный журналист. В чем дело? Сижу, знакомлюсь. Никого не трогаю. Ничего не фотографирую. Никого не снимаю. Да, поступил сигнал. Мы должны... От кого? Назовите фамилию. Кто? Мне дежурный передал. Это когда я был на выведении. Понимаете? Телефон дежурной части сообщите. Вы к какому отделу относитесь? К 1-й отдел полиции. ОП-1. У вас же есть сотовый телефон? Позвоните. Спросите. Номер КУС. Сейчас мы с вами здесь. Вставим. Пожалуйста. Аккредитованный журналист. Можно посмотреть? Пожалуйста. А я вам запрещаю фотографировать мой паспорт. Во-первых. Слушай, ну тут все серьезно. Такая видеокамера большая на плече. Два корреспондента из Тургун Информ ТВ. И двое полицейских. Ну они, я так понял, мне запрещают знакомиться с материалами дела. Видать, тут что-то очень важное зарыто. Понимаешь? Во-первых, фотографировать запретили. Во-вторых, я не знаю, что это устроили. Здравствуйте. Ну я Ермолаева просил, говорю, напишите мне письменный отказ, что вы мне запрещаете фотографировать материалы дела. Он сказал нет. Только устно. Пробей, пожалуйста. Формулировка какая? Булгаков. Ну что, смотришь, нет? Булгаков Антон Николаевич. Ну пока будь на связи. Тут что-то еще два полицейских приехали. 04-03-80. То есть уже шесть человек. Я не знаю, что это такое вообще. Я сижу, знакомлюсь с материалами дела. Вы, кстати, снимайте тут персональные данные чьи-то. Вы не забудьте это все замазать. Почему-то вот Сургут Информ ТВ разрешает снимать материалы дела, а мне не разрешают. Что за дискриминация? Нам не разрешают снимать материалы. Не разрешают? Ну вы же с фото это зашли, с видео. Вы не имеете права показывать. Ну вот, а вы же показываете, вы же меня снимаете с материалами дела. В смысле, если вы попадете, мы можем показать. А материалов дела нет. Вы замажете? Конечно. Ну вот я тоже самое говорю, мне запрещают фотографировать. Какое? Вы с полицией работали на улице. Я не снимал, меня не попало. Было что-нибудь там по... Да не было ничего. Вот выписка из РАИБД, она вот здесь вот, можете ознакомить. Нет на меня ничего. Ни в розыске, ни в уголовное дело, ничего нет. Правозащитник, журналист, инспектор, коррупции нет. А кто вас вызвал-то? Ермолаев? Начальник, руководитель Следственного комитета? Потому что он несколько раз заходил и что-то как-то... И даже удостоверение не показал. Да, конечно, все нормально. Скажите, а контактные данные есть у вас в вашей организации? Которые? Ну вот, нет. Вот это вот. Вот это? Да. А вы можете этот штрих-код отсканировать и сразу увидеть, что там и свидетельство есть, и печать, и роспись, и ННН, и ГРН, все данные есть. Можете убедиться. Ну что, террор продолжается, да? Ну да, вы же знаете, кто я. Мы же несколько раз виделись. Что, у вас ложный вызов получается, да? Не ложный? Что-то есть какое-то нарушение или что? Сайт называется «Коррупция и точка нет». А где вы спросите за регистрируете? В Санкт-Петербурге. Официально? Все официально, пожалуйста, проверяйте. Я вам дал визитную карточку, там... Редакционное задание расположено, и запрос от уполномоченного по правам человека Свердловской области к главному редактору, и его ответ. С подтверждением моего статуса журналиста. Кто руководитель? Антонов Валерий. Ну, вы, получается, парализовали работы целого отдела. Ну, ладно, что вызвали. Ну, я понимаю, что вызвали. Ну, вы видите, что нарушений нет? Паспорт могу убрать? Мы бы лучше таких, как Бабушкин, ловили. Знаете, да, таких? Которые номера... С заклеенными номерами... Их целый клан работал в полиции. В близких родственных отношениях. Да... Не ожидал я, конечно, от Ермолаева такого. А вы не хотите взять интервью у Ермолаева? Пойдемте все вместе, поговорим с ним. Почему 9 томов и ни одного уголовного дела? А давайте вместе сходим, чтоб по-честному. Пойдемте? Если он нас примет, конечно. И снова вознаряд не вызовет. Да, именно в этом. Мне не дают знакомиться с материалами дела. Они боятся, что я обжалую это все. Им придется уголовные дела возбудить. А в отношении чего вы тут? Мне устроили тройное незаконное задержание. Сначала 10 суток. Потом, не выпуская на свободу, еще 12. Потом, не выпуская на свободу, в психушку сдали. Я 62 дня пробыл. Незаконно меня задерживали в психушке. Меня не кололи, не пичкали ничем. А потом по решению суда апелляционного, хантамансийского, меня полностью оправдали и выпустили. Я решением суда призван дееспособным. Потому что у них не было никаких доказательств. Только все со слов сотрудников полиции. Вот как сейчас. Понимаете? А потом мне еще пожарные приходили, двери выламывали. А потом еще 13 марта мне вообще дверь вынесли. Она до сих пор стоит в сторонке. С чего? С того, что Бабушкин Владимир Анатольевич, знаете такого? Да. Вот он сейчас советник по безопасности мэра города Сурго. Вот. Он сам на себя под видеокамеру наговорил. Что у меня динамия в рюкзаке, что я похож на террориста, если мне приклеить бороду. Я тогда был без бороды. Ну, в общем, наговорил. Но я это не размещал в интернет. До тех пор, пока они нашу соратницу, Валентину, не объявили в розыске. Я сказал, вот если этот беспредел не прекратится в течение часа, все видео будет выложено. Прошло 3,5 часа, и я выложил в интернет. А дальше его сын родной, который находился у него в прямом подчинении, который работает майором, работал майором отдела Т, отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом, занялся мной лично. Назначились незаконные задержания, обыски, без возбуждения уголовного дела. Меня пытали, одевали пакет на голову, били электрошокером, отбили всю печень, били моего отца. Ему 70 лет, он еле передвигается. ОМОН. У меня в квартире. Прям сотрудники ОМОН? Да, сотрудник ОМОН ударил моего отца по правой руке. Нет, а пакет вот вам надевали? А кто надевал, я не знаю. Мне одели сзади и все. Это в отделе ТМ могу это... Ну, видео полно. У меня 150 видео в интернете. Ищите, смотрите Сургуднадзор канал. Все документы, все доказательства в интернете. Вот 9 томов у них лежит, ни одно уголовное дело. Я это понимаю. С чего же это началось? Бабушкин почему приехал с вами? Полный беспредел. Они вынесли этот... Судья Шестобитов вынес постановление незаконное. Оно должно проводиться в рамках ОРМ. А есть инструкция, которая сказана, что данная инструкция не относится к жилым помещениям. Они на основе этого постановления, без возбуждения уголовного дела, зашли ко мне в квартиру. Сначала 25 сентября прошлого года. А потом 13 марта в этом году вообще выломали дверь. И мне пришлось вынужденно начать путешествовать по стране, чтобы они искали трупный запах либо неадекватному мужчину у меня в квартире. По сообщению о преступлении КУСП зарегистрированным. Я это узнал и решил начать путешествие, чтобы не стать вот этим трупом или неадекватным мужчинам, которым они опять захотят психушку сдать. А вы не в курсе, да, вообще? Не слышали даже? Нет, я его очень краем уха часто слышал, но там что-то отдел, миграционный отдел, там где-то с бабушкой. Он майор отдела Т был. Сейчас он уволен. Нет, не слышал. Его отец тоже ушел. Ерохов тоже ушел. Это тоже мы приложили к этому усилию. Не, ну изначально это первый факт. Какой был у вас? Я вам уже сказал. Бабушкин сам на себя наговорил. Старший. А потом его сын родной начал нашкарсмарить всех. Не только меня. Понимаю, вы шли по улице или как? Вот бабушкин, получается, зам УВД по штабу приезжает или... Не, 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 не. Мы пришли в отдел полиции. Мы сначала в налоговую пришли. Забрать выписку Югрил. Нас вызвали на ряд полиции. Сначала двое полицейских. Потом четверо. Потом еще двое. То есть шесть полицейских. Они приходят, говорят, предъявите документы. Я говорю, на каком основании. Ну, в общем, мы так разговариваем, разговариваем. Они ничего мне предъявить не могут. Часа два разговаривали, а потом они... Ну, претензии есть? Нет. Ну все, мы пойдем выписку Югрил получать. И тут приезжает Бабушкин, полковник полиции УВД. И начинает кричать, и тоже видео есть. Все видео есть. Почему сотрудники, которые должны были выдавать нас правку из ДЖГЛ, вызвали полицию? Что там произошло? Просто. Ну, так, что? Есть нарушения, нет? Вы куда? Да что такое? Я могу дальше знакомиться или что? А может, мы с вами интервью запишем по такому делу? У вас же все равно вызов, правильно? А у вас откуда вызов поступил? В полиции или как? В полиции. Вы сотрудничаете, да? А со мной что-то они не хотят сотрудничать. Я раз двадцать их вызывал, а раз не приезжаю. Как так? Я не могу на это сказать. Ну вот осветите, как журналисты. Что у нас творится в Сургуте? Беспредел полнейший. Точки зрений много. А видео факты одни. На видео все есть. И документально оформленные в виде девяти томов, это только в Следственном комитете. Еще три тома материала проверки, а еще в прокуратуре вот столько. Ну я заходил, меня не пускают. Не, ну вы говорите, началось все с того, что общество и страх вызывал. Ой, слушай, у меня, наверное, деньги сейчас закончатся. В общем, все вроде как нормально. Если пропаду, ищите в отделе полиции номер один. Ладно? Ага. Добро. Сразу звоните. Получается, почему сотрудники налог раз вызвали полицию? А сейчас почему вызвали? Вот я сижу спокойно знакомлюсь с материалами дела. Почему? Что произошло? У вас какое сообщение, информация? Что произошло? Проверить документы на соответствие, я так понял. Ну, в смысле, я так понял. На соответствие чему? Вот это удостоверение. Является, наверное, поддельным кабинетом. Ну, я его не изготовлял, мне его выдали. Все эти, я, отлично все. Вот штрих-код, пожалуйста, отсканируйте, в интернет выйдите, там это свидетельство. Я вам сейчас прямо в интернете могу показать свидетельство. Подписано. Информация в общем доступе. Вот, смотрите, вчера знакомился. Нормально? Это за год, с учетом того, что я 6 месяцев вынужденно путешествовал, и 3 месяца меня незаконно удерживает. То есть, по сути, это вот за 4 месяца. Так, а мы, может, другом где-то месте, потому что, нет, вон там вот. Потому что, ну, тут девушки-то работают, трудятся. Мы помешаем, да? Так, а что, теперь-то можно снимать или как? Видеокамера-то работает? Нет, вы не показывайте на камеру, мы просто не берем это дело. Девушки, можно или нет? Да, ну, это вот материалы здесь лежат. Он уж попадет в кадр? Нет, она не попадет. Ну, чтобы вас обезопасить, вот так сделаю. Добро. Девушки. Девушки. Вот так сделаю. Добро. Я работаю. Представьтесь, пожалуйста. Антон Николаевич Булгаков, журналист СМИ «Закон и порядок. Прямой эфир». Инспектор общественного комитета «Коррупции нет» по реализации программы президента РФ по борьбе с коррупцией. Антон Николаевич. Да, слушаю. Во-первых, информация получена, да, нами. Угу. Настоящая ваша, как вы говорите, вот эта вот организация, пресса, она не существует, не зарегистрирована на территории Российской Федерации. Я вам предлагаю проехать со мной в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. О, о как. Видите? А давайте на сайт Роскомнадзор зайдем. Смотрите. Нет, мы сейчас не будем здесь смотреть интернет. Интернет недостоверный с точки информации. Так. А что я нарушил? Вы мне можете объяснить? Ну, имеются признаки поддельного удостоверения. У чего? Пресса, да? Да. Вот это? Да. То есть СМИ законный порядок, это поддельное удостоверение вы читаете? Вы эксперт? Я вам еще раз говорю, при первой первичной проверке, информацию, которую вы нам предоставили, пресса не является достоверной. То есть имеются признаки поддельного удостоверения. Я вам рекомендую. И что вы мне там опять будете пакет на голову одевать, пытать электрошокером? Я этим занимался? Я не знаю, кто этим занимался. Ну, что вы говорите? Вы опять? Ну, меня уже несколько раз задерживали, мне неохота, чтобы меня задерживали. За что? На камеру говорите, что я пытал вас. Нет. Я не говорил про вас лично. Я сказал сотрудники полиции. Ну, сотрудники полиции, нас много, нас тысячи. Да. Зачем все это подводить под одну? Я не говорил вы лично. Я сказал вы, сотрудники полиции. Мы с вами уже там все решим. Что? Что решим? Вы мне даете объяснение? Объяснение о чем? Я что-то нарушил? Я вам еще раз повторяю. 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 Это ложь. Ну, вот мы будем выяснять это. Давайте сайт Роскомнадзор откроем и проверим. СМИ, законный порядок, прямой и сургутный форум также же проверяется, правильно? Я же в интернет не отправляю запросы. Я отправляю официальные запросы. Так отправьте. Так мне надо с вами сначала побеседовать. Так давайте здесь побеседуем. Вот при прессе, пожалуйста. Составляйте здесь объяснение. Я вам еще раз говорю. Что? Он предлагает проехать со мной в отдел. Что вы меня там пытали опять? Не будет вас никто пытать. О чем вы говорите? Мы в средневековье что ли живем? А что нет что ли? Да нет конечно. Посмотрите мое видео. Российская Федерация. Посмотрите мое видео. Сургут в кругу первым называется. Вы когда покажете это видео? Да, да, да. Через пакет на голове, да? Ну, как вам удобнее будет. Нет, спасибо. Как сайт называется? Ростехнадзор? Откуда у вас сведения, что такой прессы не существует? Я на свете вопрос, почему в деле полиция? А почему здесь не можете? Составляйте протокол о совершенном преступлении здесь на месте. Какой протокол? Нет такого протокола о совершенном преступлении. В чем претензии, я не понимаю. Если вы считаете, что это подделка, составляйте акт, что это подделка. Распишитесь, поставьте росписи там понятых и так далее. Составляйте. Давайте здесь на месте составляйте. Вы со мной поедете? Вы проедете со мной в отдел полиции или нет? Я хочу сначала вам показать информацию с официального сайта Роскомнадзора о том, что данная смесь существует. Ну, отправляйте. Отправляйте. Мы уже тогда решили. Извините, у меня нет времени с вами ездить. Вы видите, чем я занимаюсь? Так вы приедете и дальше продолжите. Вас же никто не... Так они в следующий раз так же вызовут еще один наряд? Вряд ли что. Что вряд ли? Зачем? Скажешь, что у меня борода не так побрита. Ну что? Ну что? Запрещено ходить бородатом и не бредать. А с удостоверением журналистов запрещено? Поддельными, да. Так, сейчас, секундочку. Вот официальный сайт. Пожалуйста, сверяйте. Так. Законный порядок. Прямой эфир. Номер ЛТУ 78-02-083. Санкт-Петербург. От 01.03.2018. Статус действующий. Угу. Я вам еще раз говорю. Мы поедем к нам в отдел. Вы мне все объяснения дадите. А куда? Я хочу здесь на месте дать. А потом уже я отправлю официальный запрос. Я хочу здесь на месте дать. Какого я и буду ссылаться, когда буду принимать решение. Отдел полиции 1 где находится? Я на Кукувицке 18. Я знаю, как у вас там сотрудники. Я не верю тому, что написано на интернете, понимаете? А чему вы верите? Ну, официальному ответу. Официальный ответ я вам сейчас покажу. Официальный ответ. Ну, мне не надо на телефоне, может, официальный ответ. Ты что такое? Вас так же проверяют? Мы отправим ответы с Роскомнадзором. Все в рамках закона. Так направляйте. Если вам ответят, что это действительно, вот тогда и встретимся. В отдел полиции. Для чего? Для того, для дачи объяснений. Потому что сейчас я вам еще раз говорю. Подождите. Играются признаки подделки вашего удостоверения. Я какое-нибудь правонарушение совершил? Я вам еще раз повторяю. Есть все основания полагать, что это удостоверение ваше не является подлинным. У вас нет оснований. Кто сообщил? Нет, есть основания. Номер КУСП, сообщите. Вы ничего не можете сообщить? Да, конечно, я вам не могу это сообщить. Почему? Я был на выезде и приехал сюда. Какой номер КУСП? Так у вас должна быть рация? Вы когда приедете в отдел полиции, вы можете это спокойно узнать. Номер КУСП, кто сообщил? Я вам это все расскажу. Сейчас я вам что расскажу? У вас должна быть рация. Свяжитесь с вами. Какая рация? Я же не сотрудник ППС, я сотрудник ДПС, чтобы с рацией ходить. А вам как сообщили о преступлении? На телефон позвонили. Призвините обратно, спросите номер КУСП. Номер КУСП. Мне это не надо. Мне достаточно того, что мне направили... Я имею право знать информацию в отношении себя. Я вам еще раз повторяю, поступило сообщение. Вы нарушаете мое право на защиту. Я вам запрещаю защищаться. Позвоните в первый отдел полиции и узнаете. Позвоните в УВД и узнаете, зачем вы от меня дотребуете? Что я не знаю. Номер. Номер, сообщите, пожалуйста. 102. Давайте позвонимся. Вот как с ними разговаривать? Они сейчас увезут и запытают до смерти. Пропаду и все. Я знаю то, что если вы сейчас откажете... Я не отказываюсь. Я просто хочу выяснить, что это... Вы тянете и свое, тратите свое и мое время. Так вы уже в отделе были бы. У меня есть основания. Я вам еще раз говорю, меня... Основания выполняет на законные требования или что? Не-не-не. Алло. Здравствуйте, это отдел полиции номер один. Будьте добры, соедините с отделом полиции номер один. Можете соединить с управлением собственной безопасности по городу Сургут. Вот, так вы работаете. Не, ну я серьезно, я проеду, не вопрос. Но я хочу вам доказать, что я ни в чем не виноват. Я понял, что вы проедете. 73-10-10. Вот так и трудимся. А если бы вас так шмарили? Не было. Да? Да. Алло. Добрый день, это отдел полиции номер один? 73-10-10? Да. 10-10. Какой у нас номер дежурный? Ну позвоните, я вас прошу по человечеству. У меня три месяца крутил отдел Т по борьбе с терроризмом и экстремизмом. На законных основаниях я пришел ознакомиться. Запрещает фотографировать. 34-70-06. У меня отец на попечении, вы понимаете? Если будет какое-то там задержание, фальсификация, фальсификация очередного сопротивления, там 19.3 или 20.1, отец мой останется без попечения. Ему 7 лет он еле передвигается. Я вам лично говорю, что вы сегодня отправитесь в целом и сохраните домой. Гарантируйте? Да. Благодарствую. Валентина, я нахожусь в сельскохозяйственном комитете, на меня вызвали наряд полиции и сургунд интерновости. Ну я ознакомлюсь с материалами дела, Ермолаеву это не понравилось, наряд полиции и тут сейчас пытаются мне вменить, что у меня поддельное удостоверение журналиста и поддельное удостоверение этого инспектора. Телефон комитета у тебя есть? Я тебя скидывал. Позвони, пожалуйста. Запиши, ручка есть? 499-343-71-75. Они не хотят, они говорят, поехали в отдел полиции и все. А я им говорю, а вы меня там пытать будете, я могу не вернуться оттуда. Нет, в отдел полиции и все. Я говорю, составляйте на месте, нет, не хотим. Ну вот. Я вам серьезно говорю, у меня есть опасения, реальные основания опасаться за свою жизнь. Они не хотят, они хотят уже доставить меня в отдел полиции. А там, видать, группа поддержки уже ждет, понимаешь? С пакетом, там, с электрошокером. Назовите, пожалуйста, еще раз. Алик Раисович. Алик Раисович. Шафудинов. Шарафудинов. Шарафудинов. Да, и представители сургутной информации, тут операторы и корреспондент. Корча Евгений Николаевич. Пресса. Вы не упокоив? А почему удостоверение чужого? О, смотрите, у него другое удостоверение, а вы его не проверяете. Кто же с вами выбирает еще программу? Это официальная моя фамилия. А. А, псизоним. Что? Вы что решили? Что? Да, да, да. СургутинформТВ. А они все снимают на две видеокамеры, поэтому я не знаю. Тут нарушения с моей стороны вообще никаких нет. Звони, звони в комитет, я не знаю куда, в прокуратуру. В отдел полиции номер один. Так, а зачем вы меня туда везете? Давайте здесь поговорим. Чего нет? Я вам еще раз говорю, мы все решим там. А там вот... Да приедете, позвоните. Это понятно. У вас... Не, не, там сразу все изымают. Да ладно, я уже был там несколько раз, о чем вы мне говорите? Да, 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 да. Объявляй тревогу по всем чатам. Давай. Дело в том, что мне обзвучивали угрозы. Мы еще в одно видео, и мы тебе положим один килограмм героина в карман. Не, я не про вас говорю. Я говорю про угрозы, которые обзвучаем в адресе. Посадим психушку, что они сделали. Вывезем в лес. Посадим в камеру к пидорам. Из песни слов не выкинешь. И все остальное. Отвезем в лес и так далее. Вы сейчас думаете, что с вами это произойдет в отделе полиции? А почему нет, если мне уже одевали пакет на голову и незаконно сдали пикушку? Так это уже вопросы... Кому? Вот, 9 томов здесь лежит, вон они, мои дела. 9 томов. Я обращаюсь... Мы же сейчас не по этому поводу с вами беседу идем так ведь. О том, что есть подозрения... А у вас нет подозрения, что вот это удострение является фальшивым? Нет? У вас есть официальная информация? Конечно. Какая? Уже проверялась данная информация. Да? Да. А мою вы сейчас как будете проверить? Я вам говорю, мы сейчас в отдел приедем, дадите подробное объяснение, что, откуда у вас, с кем вы работаете, где состоите. Я не работаю? Тружусь. Ну, я вам говорю, какие вопросы я задам. Вы мне будете отвечать. Отправлю официальный запрос. Получу его. Вы уже в это время будете здесь сидеть на камне, даже с материалом. Я не успею? Вряд ли. Ну, если вы так будете сидеть, я не поеду. В общем, вы требуете, чтобы я проехал с вами в отдел полиции. Да. Для отдачи объяснений. Да. И вы даете гарантию, что я сегодня хожусь дома. Вздраве. Вечно вам вызову такси. Не, мне не надо такси. Я сам доберусь. Ну, ты мой. Живой и здоровый? Скажите да. Да. Благодарство. Слово офицера. А? Слово офицера. Нет, я ценю это. Теперь будем проверять. Вы не хотите с нами поехать? Да. Будет очень интересно. Нас туда не запустят. Нас туда не запустят. А нас пускают. Да? А нас пускают. Смотря как разговариваете. Ну, если грубо поговорить, я тоже так говорю. Ну, почему? Ну, почему? Ну, почему? 150 видео. Ни разу не грубил, не хаминул, не сопротивлялся. Ничего. Ясно. Давайте пока... Да, да, да. Слушай. Скажите, пожалуйста, следственный комитет, зачем вы пришли? Я Антон Николаевич Булгаков. Пришел ознакомиться с материалами проверки. Вот такой толстый том. Специально закрываю, потому что мне не разрешают фотографировать. Мне... Я пришел... Вчера я ознакомился по моим обращениям. Вот такая стопка. Вот показываю, да? Вот такая стопка. Девять томов по моим обращениям. Ни одного уголовного дела, ни одного наказанного. Я пришел ознакомиться с материалами проверки по порядке 144-145. То есть, на каком основании мне отказали в возбуждении уголовного дела? Дело в том, что меня пытали... Аля. Что по ситуации? Меня везут в отдел полиции номер один. Ну, я предполагаю, да, потому что я разговариваю с Ромалаевым, и он мне отказал в ознакомлении с материалами дела по проверке в порядке 144-145. Мне выдали том и запретили его фотографировать. Я сидел, ознакомился, и на половине где-то приехали четверо полицейских и два журналистов в Сургут Информ ТВ. То есть, в этом материале что-то содержится... Они сейчас мне вменяют, что у меня якобы поддельное удостоверение журналистов. СМИ, законный порядок, прямой эфир. Я им показал с Роскомнадзора, что данные СМИ действующие. Их это не волнует, они все равно хотят видеть меня в отделе полиции номер один. Скорее всего, будут угрожать, я не знаю, возможно, пытки. Могут лес вывести, я не знаю. Хотя вот... Ну, я понимаю, но это еще раз подтверждает, что все их действия не являются противозаконными. У меня просьба это... Просьба позвонить в отдел полиции и, я не знаю, обеспечить гарантию моего возвращения сегодня домой. Здравия и живым. Отдел полиции номер один, город Сургут. Мне некогда, меня журналисты снимают и меня сейчас должны доставить в отдел полиции номер один. Нет, это не уголовное дело, на меня нет ни одного уголовного дела. Это материалы проверки по моим сообщениям о преступлениях. Более 800 обращений было, более 8000 страниц. А я пришел ознакомиться. Я вчера писал заявление, все официально. У меня это копия заявления с собой, что я писал заявление об ознакомлении. Вот. Да, я в следственном комитете и вот знакомился с делами, а мне запретили. И вызвали два наряда полиции и строится журналистов. Ну, не знаю. Ну, если они сотрудничают с сотрудниками полиции, я не знаю. Сургут Информ ТВ. Полицейские меня ждут, чтобы я поехал в отдел полиции номер один. Ну, потому что мы сейчас договорились с журналистами записать пару минут для Сургут Информ ТВ. Добро. Да, на чем я остановился? Давайте. Зачем вы пришли в следственный комитет? В следственный комитет я пришел, чтобы ознакомиться с материалами дела по проверке по моим обращениям. За последний год было направлено более 800 обращений о преступлениях, совершаемых в том числе сотрудниками полиции и так далее. Вот. Вчера я ознакомился с девятью томами. Это только мои обращения и моих соратников по преступлениям. Сегодня я пришел ознакомиться с материалами проверки. И когда я начал знакомиться, на меня было вызвано два наряда полиции и журналисты вместе с ними. Я предполагаю, что вызвал Ермолаев, это руководитель следственного комитета, потому что мы с ним до этого разговаривали. И он мне запретил знакомиться с материалами дела с помощью фотосъемки. Я требовал от него вынести письменный запрет, что он запрещает. Он отказался и удостоверение даже не показал. Ясно. А вот вы говорите, знакомились с томами. Какие преступления там, по вашему мнению, были? Ого. Ну, хотя бы ряд назовите. Ну, во-первых, это клан Бабушкиных прошумевший. То есть четверо родственников в ближайших отношениях. Это отец, сын, жена вот этого Бабушкина старшего и еще один сын. Это они четверо работали в близких родственных связях, то есть родственники. Это, получается, семейный мафиозный клан в рядах полиции. Вот об этом я сообщал. Мы вообще занимаемся правозащитной деятельностью. Однажды мы вернули машину законному владельцу, который пропал в стоянке. Подключаем обратное к электричеству людей, которых отключили без суда и без уведомления. В том числе и неполные семьи, где малолетние дети и инвалиды. Ясно. Вы можете сказать причину? Все равно же, когда конфликт с полицией начался. С чего он начался? Конфликт? С нашей стороны конфликта не было. Мы отстаиваем свои права и свободы. Безоплатно, честно, во всеобщее благо. Я ни с кого ни разу копейки не взял. Ну а что даже вы живете? А? А что даже вы живете? Я программист, я фрилансер, я могу себе получить доход. Я тружусь в интернете. Ну вот, так скажем, первый конфликт с чего произошел? С чего все началось? Конфликт? Ну я же вам объясняю. Бабушкин Владимир Анатольевич сам на себя под видеокамеру наговорил такие вещи, то, что у меня там в рюкзаке динамит, что я похож на террориста, если мне бороду приклеить. Вот я сейчас с бородой, я встречался с ним на встрече с губернатором 5 октября и спрашивал, я говорю, теперь я с бородой, я похож на террориста? От ответа он уклонился. А его сын родной, видать, не знаю, он решил мстить за родного отца. И отдел терроризма в численности 25-30 человек заинтересовались мной. И где-то 3 месяца нас крутили, пытались меня подвести по статье 282.1, по-моему. Это организация экстремистского сообщества. Ни статьи, ни уголовного дела, ничего нет. При этом у меня множество задержаний незаконных, все протоколы подделываются, множество обращений направляется, суды выносят неправосудные решения. Полный беспредел творится, и вот такое происходит только со стороны сотрудников полиции в наш адрес. Мы ничего противозаконного ни разу не делали. Ваша организация, я так понимаю, в нескольких городах здесь? У нас нет никакой организации. Каждый сам по себе, но все вместе. Но какой-то центр кто-то руководит или нет вообще? Никто не руководит. Нами руководит здравый смысл. А название нам народ. Ясно. Так сказали, как из Библии. А название нам легион. Нет, вы ошибаетесь. Вот смотрите. Так получается, есть люди, которые, я не знаю, с чем философствуются, никем не руководя, просто собираются защищать людей? Отстаивают свои права и свободы. Свои, а не людей? Ну и помогают друг другу. А, друг другу только. По дружески. И себе в том числе. По дружески. Ну в смысле, я так правильно понял, нет конкретной организации, которые... Нет, ни организации, ни группы, ни сообщества, ничего нет. Ясно. Ну много у вас друзей таких? М? Много вообще таких друзей? Ну все, у кого есть совесть, это наши соратники. Ясно. Я так понимаю, во всех городах есть у вас соратники. Весь мир, я не знаю, может даже... Ну как-то вы списываетесь, вы как-то ознакомитесь, как это происходит? Ну если у человека есть проблема, он ее озвучивает. В интернете или еще где-то. Кто может помочь, он откликается. А. Ясно. И по вашим словам, полиции это не понравилось? Ну я предполагаю, что да. Вот сейчас что происходит? Я пришел ознакомиться с материалами дела, на меня вызывает два наряда полиции. Что это такое? Мне не дают ознакомиться с материалами дела. Я уже более года пытаюсь с ними ознакомиться. И вот я пришел наконец, знакомлюсь, и на меня вызывает два наряда полиции. Ясно. При этом пытается вменить, что у меня какое-то поддельное удостоверение. Ну это вообще чушь. Я свободен. Спасибо большое. Идешь, скажите пожалуйста, есть номер? Пожалуйста. 66-77-44. Антон Николаевич Булгаков. Да. Вы бы лучше в Следственный комитет зашли, спросили почему. Не дают, не дают, не дают. Требуют срочно проследовать в отдел полиции номер один. Не дают, не дают. Я не хочу заработать еще одну статью. Я выполняю якобы законные требования сотрудников полиции. Все, Валь, все, Валь, Валь. Ты меня задерживаешь, мне просто наручники наделать. Не надо этого. Да. Бабушкин это помните, как он руки распускал? Своих же сотрудников полиции. Как ты не вникает? Я за собой слежу. Так он же ваших же сотрудников полиции бьет. С заклеенными номерами ездил, его поймали на этом. Так он руки сразу начал это распускать. Ну, наверное, это что? Да. 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 До свидания. Благодарьте. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...